Всем здравствуйте! Сегодня у нас будет нарядное платье, необычное, но в то же время оно будет простое. Крой его абсолютно прост, пошив тоже будет несложный. Накидка, которая у нас идет сверху такая в виде пелерины, будет закреплена только по линии горловины. Больше можно ее нигде не закреплять и оставить, чтобы она вот так свободно-свободно падала. Мы здесь сочетаем два вида тканей, они очень хорошо дополняют друг друга и создают такой прекрасный женственный образ. Я сейчас вот заколола вот здесь вот, сейчас уберу булавочками. Мы можем с вами при примерке, когда мы захотим, когда у нас будет желание взять что-то изменить. Допустим, купить какие-то бусинки, купить, чтобы они были золотистыми, купить, например, бисер и сделать какую-то драпировку, что-то вот сюда, вот таким вот образом, допустим, и закрепить. Либо оставить вот так вот, как есть. Сейчас вот так покручу, потом платье, естественно, я одену на себя, покажу, как оно смотрится. Такой очень интересный образ, потому что подойдет, во-первых, для многих типов фигур. Если мы сделаем чуть-чуть длиннее вот эту вот часть, и я сейчас промерю, скажу, где сколько сантиметров, то, смотрите, у нас прикрываются, допустим, и руки, которые мы не хотим открывать, потому что вот эта вот сетка, она не очень такая уж и прозрачная. Я имею в виду, что она светится, но за счет своих вот этих вот полосочек такой сжатости прикрывает все-таки наши руки, если мы хотим их прикрыть. Если у нас есть какой-то животик, то, конечно же, опять-таки, падает накидка и прикрывает животик. По спинке, если у нас есть какие-то вот здесь вот некрасивые моменты, все будет скрыто, все будет прикрыто, и при этом комфортно и хорошо. Сейчас я промерю, потому что при раскроек, когда мы моделировали, краили, а скроили мы это сразу, я не все точки обозначила. Значит, здесь у нас 25 сантиметров, это я проговаривала, вот эту вот сторону. С другой стороны, у меня 45 сантиметров, и, естественно, вот так вот складываем двое, потому что здесь нет никакого шва. Сейчас чуть-чуть вот так вот постараюсь выровнять. Ну, здесь с точности, и здесь получается 75 сантиметров. А вот здесь вот линия, она пошла такая скошенная. Теперь о расходе ткани. Поскольку у нас 75 сантиметров, и складываем мы ее вдвое, и вот у нас идет долевая нить, это длина, то нам необходимо будет вот такой вот сетки полтора метра. Если вы хотите сделать длину меньше, пожалуйста, делайте меньше, и при этом расход ткани будете учитывать. На платье расход ткани одна длина, потому что оно у нас идет без рукавов, просто одна длина, и все. Обе эти ткани, а здесь у нас костюмка Барби, и сетка гофрированная, которые, вот я еще раз повторюсь, прекрасно дополняют друг друга. Я не знаю, как передает камера все это сочетание. Вот показывает мне оператор, что вот не то, наверное. Обе ткани у нас из интернет-магазина Атлас. Я ничего не сказала вам про костюмку Барби. Абсолютно не передает костюмочка. Это такая у нас, она вся поблескивает. Она таким золотым напылением, которое прекрасно подходит к этой гофрированной сеточке. Костюмка Барби очень удобная в носке. Она имеет немножечко эластана, что нам будет удобно и комфортно всегда, и практически не мнется. То есть мы ее утюжим. Вот у меня уже не одно изделие. Проутюжила, повесила на вешалочку, и прекрасно потом сняла, а дело можно не утюжить. Ну, еще раз вам вот так вот покружу. Сзади я сделала разрез, пока только я сметала все. И сейчас, конечно же, примерю на себе, и мы рассмотрим и ткань поближе, и посадку. Прекрасно подойдет вот это вот сочетание. Ну, это такой вечерний наряд. Можно, допустим, использовать для пошива новогодних изделий. Это можно использовать для вечерних нарядов. Допустим, на выпускной вечер вполне реально и хорошо все это сочетать. Ссылочки на магазины, на ткани оставим вам в описании. Приятным бонусом этого магазина является бесплатная доставка по Украине при заказе ткани от 500 гривен. Перед началом моделирования и раскроя небольшая рекламная пауза. Новогодняя распродажа в интернет-магазине Папа Швей. Скидки до 60% на швейные машины, оверлоки, вышивальную технику и аксессуары. Заказывайте по выгодным ценам себе швейные подарки к Новому году. И не откладывайте доставку на последние дни. Приятный бонус ждет подписчиков и зрителей канала Я Женщина. При покупке товара в магазине Папа Швей на сумму от 3000 гривен вы получите 7 дополнительных швейных лапок в подарок. Для этого необходимо в корзине сайта в комментариях написать Я Женщина. Бесплатная доставка по Украине. Ссылка на интернет-магазин и условия акции в описании к этому видео. Вот так вот платье смотрится на мне. Мне лично очень нравится, хорошо мне в нем. Я имею ввиду комфортно и приятно. И как видите, вот наше плечо. Рука прикрыта подмышки, прикрытые с одной и с другой стороны. Если есть какой-то животик, он тоже будет прикрываться. Конечно же, можно внести еще какие-то корректировки в это платье. Я вам сейчас показываю, допустим, если вот так вот мы присобираем, смотрится тоже очень интересно. Видите, вот эту часть оставить вот такой. А здесь можно присобрать и, допустим, брожечкой все закрепить. Походили, сняли, затем ходим. У нас получается уже вот такое вот платье. Делаем длину по желанию. Вот эта вот линия у меня остается абсолютно ровной. Но ее можно немножечко свести тоже вот так вот по косой убрать, для того, чтобы была вот здесь вот такая вот, ну, как бы косая часть, уголочек. Можно оставить такой вот спрямленной. Начинаем моделировать. Здесь моделирование будет совсем незначительное. И сейчас поработаем немножко со спинкой. Спинка вот как есть вот здесь. Вот она так и остается. Естественно, мы ее только удлиним. И сейчас поработаем с линией горловины. На пару сантиметров или на полтора сантиметра мы горловину углубляем. И приоткрываю я линию горловины. Ну, вот можем до линии плеча, до линии выточки, простите. Либо еще больше. Значит, сейчас я вот так вот. Пока давайте вот сюда проведем линию именно до выточки. И выточку плечевую я перенесу в линию горловины. А потом уже будем работать с плечевой линией, чтобы у нас с вами все было красиво. Выточку можно как делать, так и не делать. Можно ее полностью убрать. Если вы ее делать не хотите, то можно будет ее просто срезать по плечевой линии. Ну, вот так вот у нас получилась с вами линия горловины. Теперь плечевую линию я тоже хочу чуть-чуть сделать поуже. И сейчас я ее, ну, вот так вот на пару сантиметров срезаю. Вот так вот. При этом у нас плечевая линия. Сейчас я вам померю и скажу, сколько всего получилось. Так, всего. Длина плеча вот здесь вот 6 сантиметров. Это меня устраивает. Все нормально. Вот так вот и оставим. Ну, можно бы еще, конечно, бы сантиметр. Давайте я еще на сантиметр вот так вот приоткрою. Вот так вот. Я сейчас веду к выточке. Именно к выточке. Все. Теперь спинку откладываем. То же самое сейчас будем делать с нашей полочкой. Ну, вот здесь вот для удобства работы мы можем временно выточку пока перенести в боковой срез. Мы ее, кстати говоря, в боковом срезе можем и оставить. А можем ее оставить в плечевой линии. Я ее буду вот оставлять в боковой линии. Почему? Потому что плечевая линия будет очень узенькая. 5 сантиметров. И там она будет не нужна. Ну, вот так вот. Если вы захотите, чтобы была в плечевой линии, пожалуйста, можно сделать и в плечевой. Теперь на 2 сантиметра Вот так вот приоткрываем плечевую линию и линию горловины. Смотрите, вот я срезала, да? Вот и этот кусочек точно до линии идет. И вот еще одна наша часть, то есть сантиметр. Ну, вот так. И всего у нас должно быть 5. Либо просто мы промеряем вот 5 сантиметров. Вот. Буквально на сантиметр приоткрываю, углубляю. Не больше. Сантиметр, ну, полтора, наверное, у меня здесь получилось. Вот так. Плечевая линия такая вот, видите, коротенькая. Если вы хотите вытачку на грудную, можно ее перенести вот сюда. Ну, то есть разделить как бы пополам. И она будет тоже нормально, вполне хорошо себе смотреться. Все. Вот как бы и все моделирование. Вот здесь только чуть-чуть я хочу больше сделать вот такое вот скругление. Чтобы линия горловины была такая более округлая. Можем приступать сразу же к раскрою на ткани. Но у нас здесь сверху идет накидка. А для того, чтобы сделать накидку, будет она у нас бесшовная. Я имею в виду бесшовная по линии плеча. Поэтому вот здесь вот сейчас я вот эту вытачку закрываю. Потом я ее открою. И я ее сделаю. Но сейчас она мне нужна, чтобы она была закрыта. Чтобы у нас линия горловины, вот здесь вот сама линия горловины, была правильно и правильно выкладывалась. Давайте начнем сейчас именно с накидки. Значит, вот я беру, складываю вдвое. Вот у меня идут вот так вот ширина ткани. Я складываю по длине. Сейчас все сложу, покажу, как получается. За счет того, что вот идут линии, видите, они идут у нас по длине. Поэтому длину с длиной складываем и раскладываем в ширину. Именно там, где ширина, мы с вами будем вырезать линию горловины. И здесь будет проходить у нас плечевая линия. Итак, вот я раскладываю. Пока я ничего там внизу не ровняла, я выровняла именно вот эту вот долевую нить. Видите, вот где идет у меня ткань. И теперь откладываю здесь длину, как бы, рукава, плеча. Вот я беру, допустим, ноль. Это у нас идет плечевая линия. И плюс еще линия горловины. Ну, поэтому я беру еще сантиметров вот так вот на... Ну, 35 сантиметров. Всего беру 35 сантиметров, потом буду корректировать. И сейчас перекладываю вот так вот. Складываю вдвое. Вдвое и еще раз вдвое. Всего получается вчетверо. Никакого баланса. Здесь ничего у нас не будет. Потом в процессе мы можем как-то там выровнять у себя по желанию. Сделать спинку короче, длиннее, оставить ее. Это уже посмотрим. Значит, смотрите, вот идет середина спинки, сгиб. И середина переда, сгиб. Но я сейчас вот хотела взять спинку, взяла полочку случайно. Полочку пока откладываю, беру именно спинку. Вот так вот я прикладываю. Вот у меня плечевая точка. И вот у меня середина спинки. Прикладываю. За счет того, что гофрировано, оно очень хорошо растягивается. Потом я по горловине все хорошо посажу. Придавливаю. И вот так вот вырезаю. Еще раз повторюсь, я пока делаю это со спинкой. Так, вот здесь вот я все вырезала, все подровняла. И теперь откладываю в сторону спинки деталь. Беру булавочки. И булавочкой вот так вот сейчас закалываю там, где у меня идет сгиб. Мне это нужно только для того, чтобы правильно я потом вырезала горловину переда. То есть от какой точки я должна все-таки отталкиваться. Так, вот так вот. И беру еще один сгиб. Почему здесь только один? Потому что спинка у нас уже вырезана. Нам нужно будет работать сейчас с полочкой. Теперь смотрите. Раскладываю вот так вот. Беру вот этот сгиб. Вот как у меня он есть. Ровняю. Сейчас булавочку с булавочкой. И сейчас вот здесь я прорежу горловину переда. Вся горловина у нас будет вшиваться в изделие. То есть вот эта часть, она вшивается в изделие. Вот так вот ровняем все, чтобы оно было ровненько. И вот теперь... Беру полочку. Сейчас еще чуть-чуть сделаю, чтобы оно на ребре было. Вот так вот. Здесь даже я, видите, никак ничего не обвожу. Опять-таки плечевую линию к булавочке. Вот здесь у нас, видите, даже выходит она немножко за пределы. Это нормально, ничего страшного, потому что потом все разляжется так, как нужно. И вот так вот прорезаю. Вот эти точечки я так и оставлю. Вот где середина переда и где середина спинки. Здесь тоже можно оставить булавочки. Можно взять, наметить какой-то ниточкой. Для чего я это делаю? Для того, чтобы потом совмещать центр с центром. Что мы с вами получили? Ну, казалось бы, что-то резали, что-то вырезали. Что теперь дальше? А дальше вот мы раскладываем и уже формируем то, что нам нужно. То есть вот у нас идет одна плечевая линия. И вот здесь мы можем наискось срезать. Вторая сторона. Можем срезать даже с вами, потом сделать примерку. И после примерки обозначить, какая же будет здесь длина рукава и какой будет второй край. Здесь уже можно будет и подлиннее сделать вот эту часть и оставить вот такой вот ровной. Значит, смотрите, что я делаю сейчас. Сейчас я беру и... С одной стороны у меня там все понятно. Я буду срезать вот отсюда. И вот так вот пойду на уголочек, скругляю. И схожу сейчас на плечевую линию. Вот, все, я вышла. Вот так вот. А вторая часть... Может идти у меня даже вот так вот на уголок. Да, при желании мы можем сделать уголком. Значит, вторую часть вот здесь вот я пока ровняю. По низу. И если какой-то край будет где-то идти не совсем как бы, ну, вот так вот ровно, как нам хочется, это не страшно. Здесь длина рукава. Ну, я возьму пока вот так вот по прямой и отрезаю. Здесь у нас будет один край длиннее. Все это выложится так, как выложится. Вот, и вот мы с вами получили вот такую вот интересную деталь. Можно будет ее потом вот так вот и присобрать. Можно будет добавить валан. Ну, здесь уже мы с вами можем дальше как-то что-то менять. Сейчас единственное, что я сделаю, вот этот край правильным, вот, законченным. Все, теперь приступаем к раскрою основного изделия. И вот эта часть вшивается в горловину. Мы с вами получаем вот такое вот интересное изделие. Выкройку раскладываем. По середине переда будет идти сгиб. По середине спинки будет идти шов. Делаем припуски. Длину по желанию. Сейчас раскраиваю я и буду сметывать плечевые швы, выточки, естественно. И в линию горловины буду сейчас вметывать сетку. И посмотрим, конечно же, какая будет примерка. На этом все. Желаю всем удачи. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok